Возможно ли узнать день возвращения Мессии? Минутку, разве Ишуа не сказал ученикам, чтобы никто даже не докучал ему этим вопросом? Он сказал, что никто не знает ни дня, ни часа. Но он сказал им быть готовыми, и он дал им знаки, не так ли? Мы не знаем ни дня, ни часа, потому что Бог установил этот праздник по лунному календарю, который сложно отследить. Даже раввины не уверены, в какой день он начинается. И в конце концов, они затмили этот день ложным праздником. По иронии, неопределенность нашего взгляда, по сути, придает больше веса истинности этой теории. Итак, я хочу пригласить вас посмотреть специальный выпуск подкаста Path for Israel с Голланом. Все перевернулось, интервьюер стал интервьюируемым. У нас есть кое-что интересное. Я сразу хочу выдать сенсацию. Возможно ли узнать сезон возвращения Мессии? И прежде чем вы спишите нас со счетов, скажем, что мы не называем даты или время. Но разве библейские праздники не дают нам ключ к этим великим событиям? И мы даже осмелимся упомянуть это, потому что мы приближаемся к праздникам Тишерея седьмого месяца. Да, фактически мы выпускаем эту передачу прямо в Йом Труа. И скажу вам, если бы я спросил любого израильтянина на улице, «Вы знаете, что такое Йом Труа?» Что бы они сказали? Или на русском это называется праздник трупа, а на иврите Йом Труа. Они бы сказали, «О чем вы говорите? Это какой-то библейский праздник?» Потому что за две тысячи лет раввинистической традиции мы привыкли назвать его Роша Шана. Год, первый день года, правильно? Да, но это, конечно же, не так. Это седьмой месяц, это не может быть первым днем года. Но мы говорим здесь о влиянии вавилонского календаря на раввинистическую традицию. Именно, да. Итак, я снова хочу задать вопрос. Скажите, возможно ли узнать день возвращения Мессии? Минутку, разве еще он не сказал своим ученикам не докучать ему этим вопросом? Он сказал, что никто не знает ни дня, ни часа. Да, и тем не менее, он сказал им быть готовыми и дал им признаки. Не так ли? Да, именно так. Он дал им признаки. Знаете, это главный ключ. Это утверждение. Может ли так быть, что это теория, которую мы развиваем здесь сегодня? Опять же, это теория. Это интересно. Исследуйте, проверьте это сами. Может ли это утверждение стать для нас ключом к определению назначенного дня его возвращения? Я уже поделился кое-чем. Мы поговорили о назначенных днях с Эросом на прошлой неделе. И когда мы смотрим на все эти праздники Господней, по сути, с иврита это переводится как «назначенные времена». Именно. То есть, это назначенные встречи. Это план, верно? Да, это особенные встречи. Мы знаем, что во время этих назначенных времен Бог делал нечто великое в прошлом. Но также мы смотрим на то, как Бог изменил мир. И мы немного обсудили это с доктором Сорефом. То, как каждый из этих дней исполнился в совершенной мере, если мы посмотрим на весенние праздники. Совершенно верно. Он был распят на Песах. Он был распят именно во время вечерней жертвы. Он воскрес на праздник первых плодов, став первым плодом воскресения. Святой Дух излился через 50 дней после Песаха. Святой Дух излился на Пятидесятницу или Шавуот. Итак, эти вещи исполнились в эти особенные назначенные времена. Это было Его первое пришествие. Теперь мы смотрим на Его возвращение. И может ли быть так, что есть специальное назначенное время для этого? И когда вы говорите «день», вы не имеете в виду конкретный день и час. Вы имеете в виду день, который Господь заранее создал для этого события. То есть это может быть... Вы не говорите о конкретном годе. Нет-нет. Мы не говорим о конкретном годе. Кстати, вы знаете, что раввины на протяжении истории традиционные раввинистические лидеры, даже маймонид, действительно пытались вычислить конкретный день. И, конечно же, они ошибались. Потому что тот день прошел, и Мессия не пришел, когда они думали, что он должен. И так, даже хотя раввины говорят с одной стороны, не вычисляйте день, есть много раввинов, которые пробовали вычислить и потерпели неудачу. И мы не пытаемся дать конкретный день. Да, я тоже хотел с самого начала сказать, что эта теория не имеет ничего общего с определением времени восхищения. Я знаю, что у нас есть слушатели, находящиеся по разной стороне в этих дебатах. Это горячие дебаты. Пожалуйста, будьте вежливы в комментариях друг к другу. Но вы знаете, есть различные теории. Есть восхищение до скорби, которое происходит до того, как все станет плохо. Есть восхищение посреди скорби, есть восхищение после скорби. Есть разные теории. Мы должны уважать друг друга. Давайте не будем разделять веру из-за этих вещей. Просто как примечание, мы не знаем дня. Суть не в том, чтобы точно вы считать день, но в том, что Бог говорит нам через эти пророчества. Я считаю, что мы должны смотреть на надежду Мессии через эти сезоны. Итак, опять же, мы не говорим о восхищении. Я думаю, что есть много чего в некоторых из тех мест Писания, которые мы будем рассматривать, о восхищении. Но, по сути, не имеет никакого значения, какой ваш эсхатологический взгляд на это. Вы верите в то Ишуа, и Иисус вернется физически. Мы говорим именно об этом времени и о том, как эти праздники говорят об этом. Совершенно верно. Опять же, в праздниках есть много предсказаний о многих вещах. Но давайте погрузимся в некоторые из этих интересных совпадений. Да, вы говорите, что есть конкретные намеки даже в словах Ишуа о том дне, который Господь назначил для его возвращения. Итак, прежде всего, в этот день мы слышим звуки шафаров, которые открывают праздник. Звук трубы призывает нас вспомнить могущественное схождение Бога на облаках с огнем. И когда вы говорите шафар, это для англоязычных слушателей шафар, это труба, бараньи рок и так далее. Вспомните сцену на горе Синай, когда сошел Бог. Дети Израиля все ожидали у своих шатров, и у них тряслись поджилки. Эта труба, это не было просто... Это не было похоже на какую-то небольшую трубу. Эта труба сотрясала землю. И когда он сошел в облаке огне, это было славно. Так и есть, потому что сказано, что дети Израиля, бне Исраэль, видели звуки. В Иврите буквально сказано «Роим». Эта колот, они видели голоса. Вы можете представить себе настолько громкий голос, что вы можете его видеть. Вау, просто представьте на минуту эту мощную сцену, которая описана в книге Исход. Но затем я также думаю о том, как вернется наш Спаситель. Придет ли он мило и тихо? Нет, нет, нет. Его возвращение, когда он физически придет, с мечом из своих уст. Это физическое возвращение нашего Мессии. Когда он придет, это будет славно, это будет могущественно. Это довольно страшно. Мы увидим голоса. Да, мы увидим звуки труб. Это невероятно. Окей, итак, у нас есть описанная здесь сцена, и мы снова смотрим на эти праздники. Они смотрят в прошлое, но также смотрят одновременно и в будущее. Итак, мы видим, возможно ли, что в этот назначенный день это историческое событие говорят о некоем грядущем дне. 1 Фессалоникийцам 4.16, Исайя 27.13. Есть много других стихов, говорящих об этой великой трубе, которая прозвучит в тот великий день освобождения. Итак, читая книгу Откровения, мы узнаем, что будут все эти армии, которые придут, чтобы уничтожить Израиль. Что там останется остаток евреев, и будет казаться, что последняя надежда утрачена. И затем внезапно он придет, и он спасет Израиль. И он поразит армии тьмы. И вот он. Этот невероятный день, потому что Израиль увидит Ишуа таким, какой он есть. Вспомните всю их враждебность, весь гнев в отношении этого человека, так что они даже не произносят правильно его имя. Именно. А и он придет спасти их. Вот почему Захарий говорит, что будет великий день скорби, после того, как он придет, конечно. Мы еще дойдем до этого. Да, скажу вам, в прошлом я представлял себе это так, что Йом-Кипур — это как пророческое указание на покаяние, но на самом деле, если вы посмотрите в еврейскую традицию, покаяние начинается не в Йом-Кипур. Я думаю, много людей рассматривают Йом-Кипур как великий день скорби и покаяния, поста и молитвы. Да. Но даже светские евреи знают, что это начинается на Роша-Шана. Именно. Это что-то новое. Покаяние не начинается на Йом-Кипур. Оно начинается на Йом-Труа. Да, на День Труп. Задумайтесь об этом. Это даже называется «десятью днями тшвы», «десятью днями покаяния». Покаяние, возвращение. То есть у нас есть это событие. Просто задумайтесь об этом. Помните, Захария пророчествует, что он сойдет, Мессия придет, и они увидят его руки, которые они пронзили, и они будут скорбеть о нем. И в книге Захарии Бог говорит от первого лица, «Увидят мои руки». Именно. Бог. «Ют хей вав хей». Именно Он говорит. То есть, прежде всего, к нашим еврейским братьям. Я имею в виду, к кому еще Он может говорить об этом. Когда мы пронзили Бога. Да, когда мы пронзили Бога. И знаете, почему они покаются? Есть также сцена в книге Неемии, описывающая то, как Ездра собрал всех детей Израиля, которые были в Иерусалиме вместе. И знаете, Он открыл свиток Торы. И когда Он открыл свиток Торы и начал читать живое Божье Слово, что произошло, покаяние. Они начали скорбеть. И опять же, задумайтесь, почему наш народ скорбит в этот день? Какова мотивация этой скорби? Это не просто потому, что нет Мессии. Знаете, у наших праотцов в прошлом снова и снова не было его на протяжении поколений. Это то же самое, что, как мы видим, происходит здесь, когда Ездра читает Тору. Они понимают, вот почему мы в России, вот почему у нас нет Мессии в течение поколений. И это приводит к такой глубокой скорби. Если вы почитаете контекст, что происходит в книге Неемии. Как вовремя, наконец, открылось живое Божье Слово. Очевидно, что в этой главе Неемии это были непростые слова. Они не знали Тору. Это было новым для них, поскольку вызвало такую глубокую скорбь, когда они слышали эти слова, а Ездра объяснял. И Ездра, вероятно, учился властью. Да, здесь есть пророческое указание на этот великий день, который грядет, о котором пророчествовал Захария с этой скорбью. Итак, скорбь начинается на Рошашана. Даже есть понятие «десяти дней дшувы». С дня труб до Йом Кипур. Десять дней дшувы. С Рошашана? Нет, 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 с Йом Труа. Именно, Йом Труа, как сказано в Библии. Итак, прежде всего, мы видим в раввинистической традиции, мы видим в прошлом, мы видим различные события, которые пророчески указывают на то, что это начало покаяния, на Йом Труа. Но Иешуа сказал, что ни один человек не знает ни дня, ни часа о его возвращении. Почему же мы смеем говорить, что это может быть именно этот день? Это очень интересно. Этот праздник, Йом Труа, всегда был одним из самых тяжело определяемых дней из-за его положения в начале лунного календаря. Стоит напомнить слушателям, что есть два календаря, о которых мы говорим. У нас есть Григорианский календарь, по которому мир живет сегодня, который основан на солнечном цикле. И есть лунный календарь, который Бог установил в Торе. И когда мы смотрим на эти праздники, по сути, несколько лет назад у нас было совпадение, когда они сошлись во время Песоха, он был в одно и то же время. Но вот почему такого рода даты плавающие. Это потому что есть два типа календарей, основанных на двух различных вещах. В лунном календаре мы ожидаем Новолуния как начало нового месяца. И если в случае Песоха и прочих это просто, то осенние праздники не наступают, пока вы не пронаблюдали несколько дней лунный цикл. И тогда эта информация доходит до Галилеи, до различных мест. Послушайте, вот назначенное время для Песоха. Но этот праздник начинается именно в Новолунии. То есть, согласно традиции, даже раввины признают, что они не знают точный день. Вот почему даже сегодня есть течение, которое празднует два дня в примерное время праздника. Чтобы не ошибиться. Да. Шаббатные лифты работают в течение двух дней просто на всякий случай. Здесь есть течение, которое, по сути, соблюдают два дня, потому что раввины не знают дня и часа. То есть, это было сложно определить. Позвольте мне пойти дальше. Часть неопределенности, которая заставляет нас внимательно ожидать его возвращения, состоит в том, что первосвященники и Синедрион определяли начало месяца, и затем они посылали посланников из Иерусалима на север, юг, восток и запад. Только представьте себе это. Это историческая традиция, что посланники... Особенно задумайтесь о том, что Ишуа говорил в притче о необходимости быть готовым к приходу жениха или к возвращению господина из далекой страны. Вот что происходило. Вестники приезжали, и они проезжали весь этот путь на север в Галилею, весь путь к самым дальним уголкам, где жили евреи. И они говорили, «Будьте готовы!» Это Йом Труа. Йом Труа близко. «Будьте готовы!» Йом Труа наступает. Совсем близко. Они объявляли это с трубами. Они объявляли, что пришло время. И вот все боящиеся Бога, которые жили в Галилее в то время, если вы живете в Галилее, это может быть день, это может быть посреди ночи, вы можете услышать этот призыв в полночь. Йом Труа пришел. Задумайтесь о различных притчах, которые рассказывал Ишуа о своем приходе, о незнании, о готовности, о том, чтобы быть припоясанным, чтобы фитили были поправлены, чтобы девы были готовы к приходу жениха в полночь. Он может прийти в полночь, во вторую стражу ночи и так далее. Разве это не удивительно? Да, и не все были готовы. Да, это было внезапно. Итак, мы должны быть готовы к приходу Господина. Какая же прекрасная притча, рассказывающая нам эту историю. Опять же, этот праздник напоминает нам, что мы должны быть всегда готовы к возвращению царя. Да, и что провоцирует это покаяние, которое начинается традиционно в день труп? Что может спровоцировать это покаяние в течение 10 дней до самого Йом-Кипур? Кроме того, что в будущем произойдет что-то важное. Да. И не понадобится 10 дней, чтобы понять, что Иешуа — это тот, кто пришел на могущественных облаках силой и победил всех. Я имею в виду, что они увидят это как молнию. Все узнают мгновенно. И это спровоцирует это покаяние. Что еще можно сказать о традиции в это время 10 дней трепета? Да, есть очень много традиций. Но интересно, что даже согласно некоторой травянистической литературе, они ожидают, что Мессия придет в течение дня труп. Да, они даже ожидают это. Конечно, есть целое море раввинистических традиций. Но даже в раввинистической традиции мы видим намеки на ожидание, что произойдет нечто великое эсхатологическое в день труп. Да, в Талмуде и в Мишне также говорится об этом. Окей, мы уже увидели, что это праздник, у которого сложная датировка, основанная на лунном календаре, и даже в традиции и в истории не был известен ни день, ни час. Они ожидали, что это может произойти в полночь, когда ты, по сути, узнаешь. Это зависело от свидетелей, что удивительно. Есть еще одна причина, и вы упоминали ее ранее. То, что мы упускаем этот праздник из-за того, что раввинистические иудаизмы культуры забыли библейские корни этого праздника, и теперь называют его Рошашана — начало года. Да, это еврейский Новый год. Окей, продолжим. Это ли написано в Торе? Разве Тора говорит, что это время празднования? Тора и вся Библия никогда, никогда не называла этот день началом года. И более того, это в седьмом месяце. Тора подчеркивает, что это в седьмом месяце. Первый месяц — это месяц Песоха. И день труп — он в седьмом месяце. Поэтому он не может быть началом года, библейского года. Да. И даже, как объяснял вчера Эрос, есть древняя вавилонская традиция, что они потрясали новогодним приношением во времена вавилонского плена на Песох, перед Песохом, настоящим еврейским Новым годом. Да. Хорошо. Итак, у нас есть... Откуда вообще появилась вся эта идея с Рошашана в седьмой месяц? Я думаю, что это снова влияние культуры, окружающей Израиль, находящегося под управлением раввинов. Это влияние, которое у них было. И было сельскохозяйственное влияние. Для сельского хозяйства имело смысл начинать год в этот день. На самом деле, это начинается, исходя из исследований, которые я проводил в Вавилоне. Да. Это вавилонская долопоклонническая традиция. Если быть честным в отношении исторических и библейских фактов, мы видим, что, во-первых, это пришло не из Торы. Во-вторых, это точно пришло из Вавилона. Итак, это продолжалось какое-то время, и изобретение этого праздника замаскировало праздник-труп вавилонской традиции в местописание. Это можно найти только в Талмуде после 200-го года нашей эры. Да. То есть мы видим, что это затенение истинного праздника. Как я уже говорил, если вы выйдете на улицу и скажете «С праздником Йом-Труа», никто понятия не будет иметь, о чем вы говорите. Вы будете выглядеть странно. Они трубят в шафары на Ро-Ша-Шана. Но опять же, это сокрыто. И шафары, в которые они трубят, связаны с покаянием, с открытием небесных врат для суда, чтобы получить оправдательный приговор для своей души. Итак, давайте подведем итоги. Мы не знаем ни дня, ни часа, потому что Бог установил этот день по лунному календарю, который сложно отследить. Даже раввины не уверены, в какой день он начинается. И, наконец, они затмели этот день ложным праздником. По удивительной иронии, неопределенность нашего взгляда, по сути, придает больше веса и истинности этой теории. Опять же, ребята, это теория. Не бросайтесь помидорами, проверьте сами. Знаете, когда мы с Голланом погрузились в это, начали исследование того, что будет в будущем, мы были такие, «Это правда? Давай копать дальше». Мы втроем, вся наша команда, в библиотеке начали перекапывать целое множество книг. Это некий новый взгляд на эти события. Это не о дне, не о попытке предсказать время. У меня есть ряд причин, почему никто этого не будет знать. Для тех, кто придерживается теории восхищения до скорби, если все свидетели уйдут, кто же здесь будет, чтобы рассказать о том, как будет выглядеть физическое возвращение? Опять же, возможно, эта дата, которую невозможно предсказать, говорит об этом событии восхищения. Или, возможно, если мы рассмотрим физический день возвращения в контексте событий откровения со всеми бедствиями и катастрофами, которые придут до его возвращения, те, кто останутся, будут слишком заняты поиском убежища, чтобы смотреть на календарь. Суть не в дне. Суть в том, на что Бог направляет наш фокус в этом сезоне, в ожидании грядущего искупления, самого важного для всех нас. И особенно, когда мы говорим о том, что никто не знает ни дня, ни часа, это то, что последний день на этой земле — это наш первый день в вечности. Именно. Ребята, у меня есть друзья, которые умерли в раннем возрасте. Со мной происходили разные вещи, знаете, даже в течение последних нескольких недель. Мы не знаем, будь то автомобиль или какая-то проблема со здоровьем. Конечно. Ребята, знаете, завтрашний день нам не обещан. И подумайте об апостолах. Даже в некоторых посланиях они говорили о том, что возвращение Господа близко. Ошибались ли они? Нет. Даже в раввинистической традиции ты должен ожидать ежедневно. И сказано, что даже если он не придет сегодня, ожидая это, может быть, завтра. Потому что для нас его возвращение — это при нашем последнем вздохе, понимаете? Если вы задумаетесь о том, что это абсолютная неизбежность, то первоочередной вопрос — это, где ты сегодня? Принял ли ты решение сделать его Господом твоей жизни? Потому что нам не обещано завтра. Знаете-ка, это как мы говорим. Мы не знаем. Может быть, в следующем году, а может быть, через 10 лет. Но мы должны быть готовы. Кстати, я не знаю, достаточно ли мы обратили внимание на этот момент, но традиционно люди привыкли думать, что Ишуа вернется на Йом-Кипур, на день искупления. Но мы говорим, что это может быть на 10 дней раньше. Это может быть на Йом-Труа. И ты смотришь на самое главное, на неопределенность этого дня. Ты знаешь, что это день, о котором никто не знает ни дня, ни часа. И они, по сути, совершают Труа. Они, по сути, трубят в шафары, как сказано в книге Откровения. Это было воспоминанием о дне, когда Бог сошел на гору Синай. Понимаете? Этот великий звук трубы. Мы знаем, что Ишуа должен вернуться при звуке трубы. Именно, когда мы трубим в шафар. Ребята, здесь много всего. Это очень интересно. Но, опять же, знаете, когда мы смотрим на это время, мы видим этот великий день Господень. Опять же, ребята, весь этот вопрос с восхищением. Я не думаю, что, если вы понимаете, о чем мы говорим здесь, то неважно, какого взгляда вы придерживаетесь, это все вписывается. Мы говорим о физическом возвращении. Да, когда Он вернется не просто для того, чтобы призвать людей вознестись к себе, а для того, чтобы установить свое царство. Как подумали Его ученики в первой главе Деяний. Когда ты... Не в это ли время ты собираешься восстановить царство Израиль, восстановить царство евреям? То есть мы говорим о физическом возвращении Ишуа, поражающем врагов Израиля. И я надеюсь, что эта новая перспектива по-настоящему вдохновит ваше сердце. Потому что действительно у всех пророков в Писании была главная цель указать нашим сердцам на Мессию. И Бог соткал эту историю любви, вдохновленную Святым Духом, записанную более чем сорока авторами в течение тысяч лет, соткал из тысяч исполнившихся обетований и пророчеств, которые мы видим исполняющимися в наши дни, прямо на наших глазах. И часть этого — это сама страна, в которой мы сегодня находимся, сидим вместе с Голланом, и то, что еврейский народ не просто вернулся на свою землю, но и то, что мы видим. Как, например, на прошлой неделе к нам пришло 7 или 8 свидетельств, просто прекрасных историй спасения. Это происходит с возрастающей скоростью. Это ускоряется, и это потрясающе видеть, как раскрываются и исполняются все эти вещи в наши дни. Я уверен, что некоторые из наших слушателей думают, «Да ну, какая разница, придет он на Йом-Кипур, или он придет на Роша-Шанаа, почему это вообще должно кого-то волновать?» Я думаю, нас это волнует, потому что это, по сути, его история любви. Поэтому, придет он в этот день или нет, он рассказывает нам историю. И если вы верите в то, что его физическое возвращение состоится в этот день или нет, эта часть не имеет смысла. Потому что, во-первых, мы не знаем, какой это день, мы можем привести несколько вариантов. Но главная суть в истории, суть ввести о спасении, суть в том, что наш царь возвращается, и он целостно создал всю эту систему, включая эти праздники, чтобы указать нам на Него, которые являются праздниками Господними, кстати. Это праздники Господни. Это назначенные времена для нас, чтобы остановиться и встретиться с Ним, остановиться и задуматься о Его спасении, о том, что Он сделал в прошлом, и о том, что Он еще сделает. И подождите, какой великий праздник, какие оправдания, всегда подходящее время, чтобы праздновать нашего Мессию. Потому мы молимся о том, чтобы вы праздновали Его. И опять же, ребята, самый важный вопрос, который стоит задать, готовы ли вы к Его возвращению? Готовы ли вы к этому дню? И когда мы видим, что эти пророчества исполнились, я надеюсь, что это пробуждает вас поспешить. Если вы не сделали Его Господом в своей жизни, если вы не приняли Его как своего Мессию, сделайте это сегодня. Не откладывайте. Потому что суть не в Йом-Труа, суть не в дне, ведь ваша встреча с царем может быть сегодня ночью, завтра или через 20 лет. Мы не знаем. Но суть в том, чтобы быть готовыми. Аминь. Да благословит вас Бог, друзья. Хорошей недели.